Я вообще не знаю, как Анатолий пишет стихи, потому что вот за те годы, пока мы знакомы, они рождаются у него буквально в любое время, в любом месте. И я вам скажу по любому, с какой-нибудь значимым поводу. Он просто их, как горячие пирожки порой, печет, и все на злобу дня. Вы и сегодня это почувствовали во всех его прежних произведениях. Безусловно, вот эта острота момента чувствовалась. И, наверное, потому что и корни у него были вот такие, скажем, про которые тоже забывайте уже. Пшенечные корни. Пшенечные, пшенечные. И, конечно, всех тех великих советских поэтов, которых он читал, которых он слушал в детстве, юношестве. А вот, безусловно, от них он взял очень много. Я предлагаю вот на секундочку просто почувствовать. Да, может быть, другой размер струб, может быть, что-то другое. Но дух, он именно такой, какой был в старой советской поэзии. О войне, безусловно, лучше Александра Ильича Твардовского не писал никто. Давайте вспомним на секундочку маленький отрывок из его бессмертного произведения по бойцах из Василия Теркина. Гармонь. По дороге прифронтовой, запоясан как в строю, шел боец в шинели новой. Догонял свой пол стрелковый, роту первую свою. Шел легко и даже браво, по причине такой, что махал рукою правой, как и левой рукой. Отлежался. Да к тому же щелкал по лицу мороз, защемлял в пути все туже, подгонял, подмышки нес. Вдруг сигнал за поворотом, дверцу выбросил шофер, тормозит. Садись, пехота! Щек снегом бы надер. Далеко ли? На фронт обратно. Руку вылечил. Понятно, дегерой, пока мес нет. Доставай тогда кесетку. Курят, едут, гроб дорога. Между гробами туннель чуть ли что свернул немного. Как свернул, снимай шинель. Хорошо, коль есть лопата. Хорошо, а то беда. Хорошо, свои ребята. Хорошо. Да как когда? Грузовик гремит трехтонный, вдруг колонна впереди. Будь ты пеший или конный, а с машиной стой и жди. С толком пользуйся стоянкой. Разговор не в разговор наклонился над баранкой. Спит шофер. Уснул шофер. От глухой лесной опушки до невидимой реки Встали танки, кухни, пушки, тягачи, грузовики легковые. Криво, косо, ряд не в ряд, вперед-назад гусеницы и колеса На снегу еще визжат. Вот беда. Во всей колонне заваляющей нет гармонии. А мороз не встать, не сесть. Снял перчатки, трет ладони. Слышит вдруг. Гармонь-то есть. Поминает снег зернистый. Возле танка, пляц-не пляц, в переменку Два танкиста греют ноги в правдопас. У кого гармонь, ребята? Да она-то здесь, браток. Оглянулся виноват, она водителя стрелок. Так сыграть бы на дорожку. Да сыграть оно не вред. В чем же дело? Чья гармошка? Чья была, того брата нет. И сказал уже водитель вместо друга своего. Командир наш был. Любитель. Схоронили мы его. А стрелок вот в этой башне, он сидел в бою вчерашней. Трое были мы друзья. Да нельзя так уж нельзя, я. И сам понять умею, я вторую, брат, войну. И ранения имею. И контузию одно. Но опять же, посудите, может завтра снова в бой. Знаешь что? Сказал водитель. Ну сыграй ты! Шут с тобой. Только взял боецлю в грядку. Сразу видно. Гармонист. Для начала, для порядка. Кинул пальцы сверху вниз. Позабыт. Деревенский вдруг завел, глаза закрыт. Стороны родной Смоленской. Грустный, памятный мотив. От машин заедевелых шел народ, как на огонь. И кому какое дело, кто играет. Чья гармон. Только двое тех танкистов, кто-то водитель и стрелок, все глядя на гармониста, словно что-то невдомек. Что-то чудится, ребята, там в снежной кружице пыли, будто виделись когда-то, словно где-то подвезли. И сменивший пальцы быстро, он, как будто на заказ, речь повел о трех танкистах, трех товарищах рассказ. Не о них ли слово в слово, не о том ли песня вся. И потупили здорово в шлемах кожаных. Друзья, боец зовет куда-то. Далеко, легко ведет, нет. Какой вы все, ребята, удивительный народ. Хоть бы что, ребята, мы этом с места в воду и в огонь. Все, что может быть на свете, хоть бы что. Гудит гармонь, выговаривает чисто, до души доносит звук. И сказали гармонисту два танкиста. Знаешь, друг, не знакомы ли мы с тобой? Не тебя ли это, брат? Что-то помнится из боя вывозили мы в санбат. Вся в крови была одежда и просил ты пить, да пить. Приглушил гармонь. Ну что же, очень даже может быть. Нам теперь стоять в ремонте. У тебя маршруты, нои, это точно. А гармонь-то, знаешь что, бери с собой, завирай, играй в охотку. В этом деле ты, Мастак, весели свою пехоту. Что, братцы, как же так? Ничего, сказал горячий. Так и будет. Ничего. Командир наш, любитель. Это память. Из глухой лесной опушки Из-за тысячи колес Из конца в конец колонны По машинам Пронеслось И опять Увалы С горки Снег да и елки с двух сторон Едет дальше Вася Теркин Это был, конечно, он АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ